Ну вот осталось как всегда по сотне человек. Не так уж это, но к завтрашнему дню просмотра будет 200, через неделю 300. На этом все. Помогаете вы мне плохо, друзья. Очень плохо. Я имею ввиду, что рассылкой никто не занимается. Так, интересно слышно меня или нет. Так, по-моему надо сверху вниз идти. Это было... У Сафронова 9 часов было. Ага, значит все пойдет. У каждого свое время. Всем привет. Вся много уже знакомых фамилий. Значит я не одинок. Вот. Всем здороваемся. Ярославль. Здорово. Я с вами. Так. Это я осваиваю. Раньше картинка была другая, поэтому так долго. Вологда. Кстати, Марина, ну-ка смотрите в глаза. Куда вы дели вологодский абрикос? Хотите, я за вас отвечу? Появился. Наверное был достаточно жестким, подходящим для вас. Он был средненький по качеству типа Артема Серафима. Но все-таки он был настоящий, культурный. И вы его угробили. Теперь попробуйте найти. Это был не просто, а это. Пусть это было еще широкое понятие. Вы могли вологодским абрикосом назвать все, что там могло выжить, вырасти. Вот. Вы знаете, что мне Антон Валерьевич подсказал? Когда мы закончим говорить, так? Да, посмотрим, что за смс-ка. Сейчас такое время, что может быть она к нам прямое отношение имеет. Одну секунду. Так, кто хотел, тот отключился. Ага, есть кое-что. Есть кое-что. После Александра Александровича же 200 рублей для Бродского здесь идет 1000 рублей от Михаила Анатольевича С. Так, наверное, скорее всего Бродского, но уточним. Наверняка он меня слышит, иначе не зря в это время пришла. Вот, пожалуйста, если что, напишите мне смс-ку или там отправьте, или как, чтобы я знал точно. Все-таки нашли же 2000 для этого, для Боднера. Ну, вообще, спасибо. Приятно удивлен. Может, если Бродскому, то машину дров мы наберем все-таки. Так. А то там, понимаете ли, запретили рубку леса, а люди остались без дров. Цена. Почему? Леса воровали и будут воровать. Вопрос в цене. Так. Ну что, вы поняли, Марина, насчет Вологды? Если меня вы услышите. Ой, угробили. Вот те посадки и те самые обрезка, и метровый штамп обязательно, чтобы извлечь. Городничин, старый друг. Так. Так. Привет из Москвы. Ча-ча-чак заказывал у меня. Посмотрим, чем дело кончится. Вот. Добрый вечер. Мое ваше мнение, что делать с саженцами, которые за два года жизни практически не выросли. Прирост есть и смысл ждать нормального развития. Да, есть смысл ждать. Смотрите. Вы, допустим, я беру, я про саженцы ничего не знаю. Я беру в среднем. Саженцы, это, уже два года же прошло, так. Значит, вы их брали. Если корни были изувечены, 90%, да. То есть я беру средний вариант. Потом буду на счет, и мы будем точнять, и все было не так. Но это можно в частной беседе. А в среднем это так. Ему метр-два, сколько получится. Корни изувечены, крона целая, и он начинает расти вниз. Он не обязательно погибнет. Вот. Он может расти, но в первые два года восстанавливать корневую систему. В это время штамп вместе с ветками растет плохо, развивается, быстро плохо. Вот. Практически, как вы пишете, не растет. За два года 40 сантиметров. Ну, он, короче, восстанавливается. С какого-то момента как? Пойдет расти или сдохнет. Поняли меня, да, мою иронию? Или пойдет нормально расти, или сдохнет. Ждите. Теперь ничего предпринимать уже не надо. Все. Опоздались с мерами. Так. Городничин. Светлана, важно знать конкретику, какие саженцы. Груши, абрикосы, яблони. Какого возраста? Все подробно. 40 сантиметров, это все же нормально просто. Ну, нормальный это среднеевропейский, среднероссийский. Но, знаете, я показывал приросты двухметровые. Причем после пересадки. Ну, понятно, сам себе пересадил, сам осадик я садил, а естественно, у меня двухметровые приросты. Ну, и ваше мнение, я считаю, правильно. Поэтому, учитывая, что мы не знаем, что это, яблони просто меньше, абрикосы могут быть двухметровые яблони, полметра уже радоваться надо. Так что Городичин меня немножко так осадил и правильно сделал. Так, Тимоха, похоже, банду организовал. Это что такое? Так, Тимоха, вроде барбер, а, ну, банда, это у него, это, это его, это самое, два брата и сестра, родная и двоюродная. То есть, вот это строится, да, ну, насчет банды, не знаешь, что из этого вырастет. Я воспитываю так, ты старше их всех на три года, на два с половиной три года. Вот, ты за них отвечаешь. А это значит, что каждый день мы деремся, вот, один день боксом, второй день карате, а потом смерть и дальноборство, ох, и бьет уже. Вот, и груша, груша, груша. Да, придет время, если когда-нибудь рухнет Россия, все начнется опять с банд, которые постепенно будут стилизоваться. Так что, может быть, ваши слова пророческие, грустные времена, я потом, может, на следующем семинаре, ну, видите, сколько просмотров, сколько участников. Вот, через неделю будет не больше трехсот. И это получается, что нужны ли мои дети? Я бы рассказал, как надо воспитывать детей в школе, после школы. А ведь что не знают люди? Вот, вы просто сами меня вот этим вот, зацепили вот этим словом. Вот. Мальчики, чтобы вырасти мужчинами, сами, их желание двигаться, шевелиться, должно быть понято. И плюс насильное, ну, как насильное, плюс заставлять, заставлять двигаться, спорт, эти самые, улица, походы, только тогда вырабатываются мужские половые органы. Это не только то, что вы подумали, это гораздо больше, это несколько желез, о которых зависит, какие будут вырабатываться именно гормоны, мужские или женские. И потом, а ты лежа, сидя на диване, за компьютером, ноги, это самое, ноги, это самое, спрятаны, эти яички спрятаны, эти женщины, девочки, а потом спорят, хочу быть девочкой, хочу быть мальчиком, дикость какая-то. У меня такого не будет. Самое главное, двигаться, 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 мальчик, это какого-то не меньше важно, чем мозги. А еще бы лучше, чтобы мозги. Так, идем дальше. Ну, тут уже без меня идет переговоры. Посадите контрольный конкурент саженец, тоже хороший совет, лучше бы 10 конкурентов. У меня даже меньше на груши, а на прививке груши 40 сантиметров, даже больше. Так, у меня уссурейка семечка за это супер дождливое лето выросла на 10-15 сантиметров. А нарядная фирма на 30 сантиметров. В общем, смотрите, уссурейка, вот даже для меня это нормально. Вот, а на первый год так плохо растет, это заметил только я-то все. А потом уже начинает развиваться нормально. Вот где-то буквально даже не со второго, а с третьего, с четвертого года. Вот почему это? Возможно, вот вы говорите, супер дождливое лето. Я чуть не сказал такое грубое слово. Я это лето даром не нужно. Супер дождливое. Это не значит, что оно попрет. Супер дождливое лето означает мало солнца. Я не прав? А ей солнце нужно, а дожди ей не нужны. Она так устроена. Она та самая, когда-то груша, яблоня, общий предок, который поился на земле. Он расползся так, что где было это, получилось яблоня. Где было сухо, где не было грунтовых, вот рядом. Там получилось, именно получилось груша. Вот. Как вариант. И у нее получается, а где мало дождей? Там много солнца. Она предназначена для этого. Вы заметили? Мне сейчас долго показывать. Я не знаю, уже время-то наше заканчивается. Я бы вам показал, может отдельно передачу сделаю. Груши. Они вверх устремляются. Их нельзя обшманывать. Их нельзя оголять штамп. Их нельзя прорежать. Они лезут вверх. Они растут чуть ли не вертикальной ветки. Чаще всего. Чаще всего. Обратите внимание, я вам сто раз покажу. Даже не обрезанно. Когда обрезанно, тем более вертикальных веток нарастет. И это для того, не просто стремятся к солнцу. Они защищают штамп от дождей. Пусть редких на исторической родине, но дождей. Потому что он не выносит влаги. А первый год, раз дождливое лето. Вы думаете, помогло, что вы это? Нет. Тут вы написали, выросло всего. Супер, аж на целых 10-15 сантиметров. Вы поняли меня? Поверьте мне. Вот. С нашими речесами надо десяток собирать. Нормально. Ну что делать, такова жизнь. Уточняю, три груши, сливы и яблони. Возраст два года, посаженный до года. Участок не сырой южный склон. Склон, понятие относительное. Вот. Южный склон может означать засуху. Южный склон может означать. Смотря кому. Кому он на пользу, кому он на вред. Ладно, мы уже столько раз про это говорили. Еще будем говорить. Я понял, надо по второму кругу. Пример с дяди Ивани, осень показательный. Вот. Это называется еще запустенный случай. Уссарика для Европы не идет. Так, правильно, нормально. Три года и ни одного подвоенного экземпляра. Сажайте ваши местные груши для лукашевки или культурные отжилизово. Но не уссурики. Конечно, запретить не могу, но посадить рядом увидите. Он прав в каком плане? Значит, лукашевки, да, например, это производная. Тут есть и кровь, и уссурийский груш. Тут есть и кровь европейцев. Они не зря пишутся лукашевки. Это широкий такой спектр. Вы нигде не найдете лукашевку. Сажать, да, вот лукашевка стопроцентная. И соответствует всем этим данным. Все описание, все, 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 все. Нет. Это целый класс. Чем они отличаются? Не самые сладкие, но самые надежные. Они прекрасно плодоносят. Они вырожайные. Когда большой вырожай, вы не станете их даже кушать. А когда слабый вырожай, они довольно вкусные. Все, все, все. Потом за ними пошел те, которые создали уже на Алтае. Уже следующее поколение. Они тоже замечательные. Лукашевки-то они дальневосточные. Вот. И что получается? Уссурийка в чистом виде. Как, вот, чем это сам смотреть? Мне нравится. Внешний мужик. Вот. Он правильно пишет. Уссурийка, где родился, там пригодился. Помните, я рассказывал про почву. Про то, что это почва. Она родилась в Уссурийске. Ну, и на здоровье там и должна жить. Так. Потом она попала в Сибирь. Я сравниваю. Ну, что, терпимо. Не просто терпимо. И как подвое идет. И грушами обжираемся. Вот эти же дети. Вот. А на востоке ей цены нет. Уже у меня. У меня же рядом незамерзающий Несея. Ну, то есть я начинаю сравнивать, да. Незамерзающий океан. Незамерзающий Несея. Может, почва совпала так. Что это. А у меня же почва-то. Я же не болтун. И Александр, смотрите, не болтун. Все совпадает. У меня же, я только говорю, что у меня же это среднее между сублинками и супесью. Так. Для уссурийка. Она же груша. Пусть уссурийка, но она груша. Как раз для этого. На жирных почвах она не идет. Потому что там застой воды на жирных почвах. Вот она изгнила. Мне подошло. А Европа? Там что получается? Что такое Гольстрем? Его никто не отменял. Его каждый год отменяют. Говорят, кто Гольстрем поменял? Сейчас в Европе будет Сибирь. Ну, пока, слава богу, обходится. Или это фантазия, или паника преждевременная. Может, и правда. Сейчас несколько лет там будет Сибирь. Вот. Я боялся потепления. Боялся, боялся. Задолбили мне голову. У нас две сорок раз на зимы. Вот тебе и потепление. А уссурийка пошла у нас. А у вас что получается? Влаги больше. Вот. Туч больше. Гольстрем-то это тучи. Это потом все остальное. Он же идет в Праевропу, захватывает. А к нам уже по остаточному принципу. Дождей поменьше. Тепла поменьше. Вот. Ну, и получается так. И, кстати, вот, дядя Ваня, вот это сравнивание Ленинградской области, якобы, ух, какая холодная, с Сибирью, оно некорректно. Да, вот даже севернее. У вас даже белые ночи есть. Норильские были белые ночи. Вот. И никто не говорит, что то, что у нас растет, у вас перенес любой саженец, он будет расти. Раз он садо железа. В этом нет. Вот. Но мы же здесь собрались, чтобы разобраться. Вот он правильно сказал, что риска для Европы не идет. А гибрид. А почему не волкашок? А супер морозостойка этот самый сварок, а у него уже кровь европейцев. Все правильно. И я бы не сказал, да, все усурику для Европы. Берут у меня усурику, европейцев. Но, извините, Европа, она тоже разная. Там, где я считал, как это, господи, на Кубани. Я говорю, да у вас там рядом море, у вас же там дожди, у вас все сыро. Да у нас суховее. Уже лучше для усурики. Но это там. А Херсонская область, на Украине, где я был. А это Кабарда, оттуда мне пишут. Там такие сырые зимы, смотрите, невозможно. Даже лучше бы я приехал с Норильского, лучше бы я морозов, чем эти. И деревья также рассуждают. Вот так. Ну, это так в целом. Не усурейка, но гибриды усурейки. Лукашевки, это в Свароге, пожалуйста, пойдет. Идем дальше. Не знаю, годится ли мой ответ, но иметь таких помощников, как Александр Смотритель, для меня праздник. Где-то меня поправлю, где-то я их поправлю. Три раза тоньше, чем нарядные. Но это первый год, они всегда такие. И у меня такие. Все удивляетесь. Для обычного усурейку это два года надо. Для того, чтобы на подвое годилось. Так, ну тут уже пошли детали. Так, Сергей, Сталинград. А у меня две груши сибирки в разных местах. А, в сибирке, может быть, все-таки усурейки. Одна 10, а другая 180. То есть, семена одни... А, это высота, наверное. А вторая, вот, почти 2 метра. Семена одни и те же. Количество разных мест, разные. Между ними 110 метров. Всю-ка на север. Так, что больше в тени теплицы, а что меньше на солнце. На анти, наоборот, получилось, да? Большая листья у них сбросила. Мало уже без листьев. Ну вот, пожалуйста. Начинаются нюансы. Предпособление. Леса нет. Деревы растут. Хорошо другие. У меня их много. Могу сравнить. Только эти так растут. Николай Склокин. Суть из моей практики. Высадил три саженца абрикоса за забором. Первый год все расти хорошо. На второй год один стал расти плохо. А в этом середине лета погиб. После решил заменить другими. И вот что обнаружил. В двух местах личинки майского жука. Ну, это, они же живут под почвой. Ну, не знаю, я это. Я не считаю личинки врагами. Если бы я видел, что у них есть зубы. Я с ними знаком в детстве. Так, воздерживаюсь от комментариев. Я других ругаю за то, что лезут туда, где не понимают. А сам я не комментирую это. Рядом с крупными, более пяти метров деревьев, семечками могут вылезть только косточковые. Семечковые. Мим. Уйлурт. Рядом с крупными семечками могут вылезть только косточковые. Рядом с крупными косточками все растет плохо. Правильно? Они у меня яблони забили. Рядом с крупным лесом, 20 метров, все плохо растет. Тоже правильно? Так, Николая. Он же не зря наводящий вопрос задавал. Конечно, надо вникать глубже. Николая, то, что выжил абрикозозабором, случайно не рядом со столбом заборным растет. Да. Ну все, я увольняюсь. Уже без меня хватает. Здравствуйте, сообщите, пожалуйста, как прошла встреча с Бодлером. Можно через вас купить его черешнике, который написал. А, Люба, я, Любовь, значит, так, значит, у меня не получилась с ним встреча. Я позвонил, допустим, так, это было дней пять назад. Я уже об этом докладывал на гостевой, точно не помню. Он мне обрадовался разговором, мы так хорошо поговорили, он говорит, я ему сказал, людей интересуют, а, ваши книги, б, ваши саженцы. А он мне до этого запрещал даже телефон говорить. Думаю, что он мне ответит. Он мне ответил так. Значит, я сейчас ничего сказать не могу, у меня нога совсем плохо, я еду в Красноярск на операцию. Вот, пока все. На этом разговор закончился. Но дело в том, что я ему тут же решил помочь. Я ему говорю, это, Борисович, я сейчас тебе пять тысяч для бесплатной медицины. А он начал говорить, да, я не откажусь. Вот. А потом пришла, а номер, кажется, он говорит, ну, у сына Алексея его знакомый, знакомый. Сын Алексея сообщит. Вот. Начал названивать, ну, видимо, он уехал, потому что я дозвонился, а я знал только городской номер. Дозвонился до сына Алексея, говорю, Алексей, так, ну, и так. Вот. Люди спрашивают. Ну, он мне сообщил его номер карточки, я деньги выслал. А вот он спрашивает, я говорю, людей интересует. Он говорит, вы поверите, нет? Ну, я-то думал, это вот это. Ну, мне, говорит, тут местных хватает. То есть он как бы, первый мой вопрос, ты его преемник или не преемник, ты его заменишь или нет, заменяю. Ладно. Саженцы продаешь только местным. Вот. Заморачиваться с высылкой он не хочет. Первое, я ответил на ваш вопрос. Второе, я говорю, о книге попроще. Ну, книги, ну, может, вышлю там немножко. Я говорю, что я могу дать? Он говорит, телефон вот этот городской. Ну, городской как, это поселок, он называется городской. Вот, пожалуйста, можете, я, гостевой, наверняка вы читали, вам, по-моему, я отвечал, именно вам. Вот, значит, сперва идет этот самый код, 8, 390, 42, и сам номер 3, 15, 29. Вот. Что он вам ответит? Я свою роль выполнил. Спасибо тому, кто еще вышли 2 тысячи, которые сейчас только получил. Значит, я не это самое, не самый. Для кого-то это, у меня был случай, когда мы собирали Броновару деньги на, ой, Броновару деньги на операцию. Знаете, что поразило? Вот. По России мы, количество-то мы раскинули так далеко, что самый большой был пожертвование 20 тысяч, а самый маленький, знаете сколько, 30 рублей. Я понял так, что кто-то из пенсионеров, видимо, стареньких, грякленьких, последний 30-ник отдавал. Поэтому я и кинул клич, давайте по сотне, господи, никто не говорит там, это, никто тысячи не просит, 100 рублей какая-то, бутылка пива. Вот. Так, чтобы уж хотя бы на дрова набрать. Действительно, и уж поверьте в это, я не шучу, и он не прибедняется. Ну, кстати, несколько дней уговаривал. Нет, и всё. Нет, не буду позориться. Не говорите никому про деньги. Это уже потом, я говорю, а я всё равно скажу. Вот так. Взял я и заявил. Тогда он только согласился. Так, пересылок, мы не будем пока, переписку между, большая очередь посудить один вебинар, биолокация, не смогла найти вашу запись. Да, в принципе, вот что. Давайте так, сейчас вы мне подсказали. Я вам отвечу, потому что у нас как получилось. Если фильм снят, и он попал на какой-то конкретный этот аккаунт, то уже дальше, получается у меня даже на моём этом самом нету. Я вам скажу, где вы сейчас найдёте, потому что там три фильма. Так. Сейчас. Вот они. Я вас сейчас вот куда отправлю, знаете. А снимал я с помощью вот этой дамы. Кстати, это случайно вот выскочило, да. Вот. Ещё раз. Я не могу успокоиться, потому что это было такое, ваш этот самый, ну как бы там подспудно звучало, что я виноват, что это сгнили абрикосы. Вот видите. Это ещё яма по круче вашей, вашей вот так вот. Пожалуйста, обратите внимание. Это губка. Там вот даже где вода стоит, там нет озера. Это просто обманчивают. Вот как рисуют вот эти. Водоносный слой, это не озеро, это не река. Вот. Это губка, через которую сочится влага. И дальше копните. Никогда какая-то. И когда вот я копал колодец, выкопал уже метр, уже знаете, как по пояс в воде стою, в гидрокостюме, да. И всё пытаюсь ещё заглубить. Вот. Ну я же не слепой. Да, вода натекает. Но она вот так это натекает. Вот так она натекает на корни. После каждого дождя она гниет в ваши деревья. Ну я не мог, не могу остановиться, понимаете. Вот это вот завалированное какое-то вот это, какое-то обвинение. Ведь не зря же вас там, ваши же подписчики на вашем этом вас утешали. Ну, типа, да вы не переживайте, да. Ну, короче, знаете, как поняли, да. Теперь идём сюда. Я не знаю, что тут мне пытается немножко Сафрону помогать. Может быть, уже пора завязывать. Смотрите. Вот. Вот. Видите, куда я вас отправляю? Вот здесь. Вот он называется. Домашнее хозяйство. Вот на этом, как он правильно называется, аккаунт, не аккаунт. Вот здесь вот эта дама и снимала фильм, три фильма. Вот она, вот она. Вы познакомитесь с прекрасным этим. Можете подпишитесь на неё. Обратите внимание, что здесь моя физиономия мелькает, да. Если далеко пойдёте, я сейчас не буду. Вот. Вы найдёте все три фильма. Где я делаю рамки, где я хожу по саду. Вот здесь всё есть. То, что вопрос задали, я ответил. Просто тут много моих фильмов. Ну, хватает в том числе. Поздние сливы в саду Жильзова. Найдёте и дальше ниже. Я ответил на ваш вопрос. На мой, вот он. У меня он совсем скромный. 5 тысяч подписчиков. Это вы, надеюсь. Это вы все есть. Здесь, это для избранных. Потому что уже такое было. Я вам назову один пример. И, наверное, а, нет, мы не закончили. Ну, давайте тогда ещё посмотрим. Так. А почему она не нашла? Ага, не нашла. Ладно. Потом. Мы не последний день общаемся. Я это замотал на уст. Будем искать. А я вроде бы видел там. Потому что это её как бы фильм. Так. Попробую ещё раз. Т-т-т. Их как подготовить подвой. Для зимних привёк за столом. И когда вы садитесь в контейнеры. Ой, ой, ой. Так. Извините. Я в двух словах не могу. Так. Есть специальное. Как это называется? Антон Валерьевич. Есть специальный платный материал. Там работа в питомнике. Извините. Это труд. Это тяжкий труд. И фильм снимать было нелегко. И вебинары. И бессонная ночь. И за этим 30-летний опыт с лишним. Вот. Попробуйте заказать эти вебинары. Они платные. Но, по-моему, Антон Валерьевич. По-моему, вы там совсем уже. Не такие же большие деньги берёте. Мне второй раз я просто не потянул. Я один раз как. Вот. Настраился я на разговор с дядей Ваней. Вот это выложил. Второй раз уже не смог бы. Теперь. Валерий Константинович. Как подготовить подвой. А. То есть вот это и есть. Борис Винокоров. Пожалуйста. Значит. Это вопрос уже платного вебинара. Если приведет персики на волочку. Их надо укрывать. Или как-то загораживать. От ветра. Значит. Персики от ветра. Желательно иметь место, где нет ветра. Можно и загородить от ветра. Они на волочке большими не растут. Так. На ветру оставлять уж точно нельзя. Так. Дальше. Черновая чум придумал. Наверное не зря. Правильно. Но это опять же мы уже проходили. Так. А волосы, если хорошо растет, не выплевает. Вы у кого спрашиваете? А. Это не у меня. У меня кстати хорошо. Но я говорил, у меня климат позволяет. Достаточно сухой. Почва с углинок. Так. Так. Не укроете, вымерзнет по уровню снега. Ну. Персики. Смотря где живет товарищ, который хочет. Это. Персики привить на волосы, если я так понял. Дальше уже вот это вот. Пропускаю. Сами прочтете. Сейчас или потом. Так. Это сеанс или привык. Кстати, у меня осталось штук 5 персиков сеанса. Персиков. Двух годовалых. Я показывал фотографию в самом начале. Она была не рекламная. Просто. И не могу я до всех добраться, кто заказал. Всего-то их высыл 7 штук. Или 9. Так. Натер персик не пошел. Ну, у вас не пошел. У кого-то может пойти. Это тоже вопрос и технологии, и техники, и совместимости. Вот. Кстати, волочка выплевает. Так. Где попало, не посадишь. Александр, когда прав. У меня волочка самосема дает много ростков. Да. Это дело того, что это. Ну, я объяснял, почему она идет. Не только любое дерево может расти сразу кустом. Что замучиться поревать. Вот. Сиди какой. Персик. Хочу Бродского заказать. Хасанский. Хасанский я так же лизову. Так. А Бродского я не знаю какой. Так. Привить потом на волочку. И так же оставить все янистат. Я думаю, что сам персик мощнее волочки. И здоровья у него будет больше, чем привитый. Ну, в общем, тут спор спором конкретно все. Войлочка, персик. Персик, войлочка. Я на волочку, у меня худший результат. Лучший результат на маньчжурце и на китайской сливе. Вот. Вот. Да. А волочка для меня это скорее было, как бы это назвать-то. Я хитрый. Я улучшал вкус войлочки. Она же кисло-сладкая. А мне надо, чтобы она была сладко-кислая. Вот. Вот только для этого я улучшал. А урожая было всего два, а потом прощай, Вася. Вот. Ну, у меня Сибирь, поэтому это и было воловство. Но я добивался того, что у меня вкуснее становились эти. Именно войлочка. То есть цель другая. А на абрикосе до сорока выдерживало. Выдерживало. Правда, подмерзало, но выдерживало. Так. Хасанская-Отбродская хорошо вырос, конечно. А, значит, у него есть Хасанский. Согласен, привитый быстрее плодоносит. Но недолго. И жизнь короткая. Часто он правильно пишет, как всегда. Потому что... Потому что привитый, у него, может быть, биологическая совместимость такая слабая, плохая, что он вместо того, чтобы увеличить морозостойкость, наоборот, ее уменьшает, и дерево гибнет. Думаю, даже привитый абрикос на корне персика. Да. Персик вырос за год в два раза мощнее, чем абрикос. И персик не уплевает. Ну, дело вкуса. Спасибо за вебинар. Так, пока все. Смотрите, что осталось. Когда мы закончим, вот это каталог Семен-Железова. Сюда нажимайте. Потому что, это... Я живу только и куча детей, и не только эти четыре, а еще добрый десяток. Только благодаря тому, что вот с этого каталога вы открываете и покупаете что-то. Вот. Я не жалуюсь, я не плачусь. Вот. Просто, это самое... Получается, как... Вот-вот завтра закажу, а где я буду завтра? Вот до весны закажу, а потом они переросли прям по ссылке. Лучше сейчас. Вот. А сейчас бывает, да вот потом, потом. Не то, что люди не хотят, а тянут. Ну и потом, все больше разочарования. Вообще, в принципе, что ничего в России невозможно. Вот. Вот же съездила совиничьим в это. Мичурина. Где их не сливы? Ну, слива. Вы знаете, что такое слива 50-100 грамм? Вы знаете, что такое слива, которую... Да это... Я вот говорю, у меня полный рост слиний. Вот. Последнее, что будет, это вот это вот видео, видите. Сегодня особый день. Вот. Вот, особый день. Сегодня день, когда мы поминаем наших родных. Самых лучших всех. Потому что мы их начинаем-то ценить. Чаще, когда потеряем их навсегда. Вот. Ну, я такое видео создал. Посмотрите. Я уже не могу его смотреть. Каждый раз плачу. Вот, друзья. Надеюсь, мы встретимся в следующую субботу. Вот. До свидания. Продолжение следует...